Само имя Моисей, да, Моше, это Мэм Шин Гэй, да, Мэм Шин Гэй, и означает вынуть или вытаскивать, да, Моше, видите, Маша, да, Моше, Маша, после этого Маша это будет женский верант имени Моисей, да. В еврейской традиции считалось, что дочь фараона знала еврейский язык, но, возможно, она назвала мальчика египетским эквивалентом этого имени. Раби Мальбим говорил, что на древнеегипетском языке слово Моше означает был вытащен, а на иврите означает он вытаскивает, то есть Моше на египетском был вытащен, а на иврите означает он вытаскивает, Моше. Как интересно, это на что похоже? Воруха та Адонай, да, Мэль Гэлям, Ашер Бахарбану Миколь Гамим, Вен Натан Лану Эт Торато. Воруха та Адонай, Нотен Гатара. Бог, да, дал нам свою Тору, и Бог что делает? Дает Тору. Бог дает нам Тору так каждый день. Итак, с одной стороны вытащили кого? Моше, а с другой стороны он вытаскивает, он вытащил весь народ, да? Знаете, вытащите одного еврея, он всех остальных вытащит. Вот это означение получается имени Моше. Он вытащил, да, его вытащили, и он вытащил. Еще, мы, если знаем, что Моше написано без огласовок, слово Маша означает долг. Моше, да, Моше, Маша, а здесь Маша, долг. У Моисея был долг перед своим народом. И еще имя. Моисей, если букву переставить и гей поставить впереди, да, что получится? Га-шем. Простите, задай, наперед, да. Мо-ше, Га-шем. А Га-шем это что? Божье имя. То есть, Моисей, он такой же, да, обладает таким же авторитетом, как и Господь. Потому что он говорит от имени Бога. И тот, кто не слушается Моисея, тот не слушается кого? Господа, да. И интересно, что обычно мы рассматриваем так, что, ну, Моисей убил там насмотрщика, пожалел еврея, убил этого насмотрщика и убежал. Но, с другой стороны, как вы думаете, если Моисей был из общества, именно из дома фараона, да, в принципе, убийство какого-то там насмотрщика, знаете, члену семьи фараона, наверное, с рук бы сошло. Правда? Ну да. Поэтому Новый Завет говорит о другой причине ухода Моисея. Евреям 11 глава 24 по 27 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное осложнение. И поношение Христово, то есть поношение Месея, счел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Итак, Новый Завет немножко по-другому трактует. Не потому, что он совершил убийство и испугался расправы, но это был сознательный акт со стороны Моисея. И он сделал это по вере Господа. По вере Господа он предпочел лучше скитаться в пустыне, чем быть во дворце фараона. И совершить то, для чего предназначил Господь. Помните, мы говорили, у каждого есть предназначение от Господа. Мы можем выполнить это предназначение и не выполнить. Итак, Моисей верою выполнил то предназначение, для чего его предназначил Господь. И когда он пришел в пустыню, там были дочери священника Мадиамского. Почему же этих дочерей священника Мадиамского, помните, не допускали к колодцу? Потому что священник Мадиамский отказывался служить идолам. И Тро, тесть фараона, был тоже один из тех людей, вы помните, я говорил, что были люди, которые жили среди языческого мира, но они знали Бога, Единого, Бога Творца, Неба и Земли, и отказывались служить идолам. И поэтому Итро был один из тех. Видите, если говорить, что об Адьянах, Адьянитянах, Бог запрещает жениться на них, да? Но у него жена была Адьянитянка. И тот же Моисей пишет, что нельзя иметь Адьянитянина и Мавитянина. То есть, как же это можно сопоставить? Вот видите, вера и милость. Бог Моавитянку Руд по милости Божией принял в свой народ, хотя потомки их не могли быть в Божьем народе. И вот такая интересная вещь, что имя жены Моше было Ципора, да? Ципора – птица. Она, говорят, была проворна, как птичка, совершая добрые дела. И она родила Моисея двух сыдовей, которые он назвал Гершам, да? И Элиезер. И двух сыдовей, которые одного имя Гершам, Гершам, потому что говорил Моисей, я Гер, пришелец в земле чужой. А другого имя – Элиезер. Почему? Бог – помощь. Кого еще звали Элиезер? Слуга. Слуга Авраама, да? И этот слуга Авраама был настолько важен, что даже Авраам хотел его сделать своим наследником. Помните? Но потом родился Исаак. И, значит, Гершам и Элиезер. И вот интересно. Мы видим, мы видим, вот я просто смотрю, у меня где-то в конспекте, в другом месте есть, там еще ссылки дальше. Но я их потом еще найду. Мы видим, что вышел Моисей, да? Вышел Моисей вместе с своей женой и своими сыновьями. И помните, там ангел встал, и она должна была совершить обрезание, да? Для того, чтобы ангел не поразил Моисея. Странное место, да? Что ангел, Бог послал, и тут же ставит ангела. Странно, почему, да? И жена делает обрезание своей детям. То есть дети Моисея были не обрезаны, оказывается. Вот интересно, да? Моисей был обрезан. Потому что сразу, когда открыли младенца, увидели, что это еврейский младенец. Потому что был конкретно знак обрезания. Но дети оказались не обрезаны. Да? Бог повелел. И эта жена получила откровение. Хотя Моисей, ведь иногда женщина лучше получает откровение, чем мужчина, хотя Моисей был другом Божьим. Но вот это откровение от Господа, он пропустил. А потом Моисей приходит в Египет. И он приходит. Вышли, мы все из народа. Но не все пришли, да? А Моисей пришел один. Почему же такая странная история? Вышел Моисей с женой и двумя детьми. Так? Пришел Моисей один. Почему? Не задумывали над этой историей? Вот интересно, да? Значит, есть такое место, где Итро, или в русской Библии Иофор, приходит к Моисею. Это исход, 18 глава, с 1 по 7 стих. И услышал Иофор, священник, Коген, там употреблено слово. Некоторые говорят жрец. Там употреблено именно слово Коген. То есть тот священник, который служит кому? Богу. Если употреблены там жрецы другие, там жрецы египетские, там употреблено слово, которое означает маги, волшебники. Но здесь он Коген. Коген Мадьямский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея, для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, цепору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов его, и так далее. Но интересно, что возвратить жену, возвратить жену, это означает развестись с ней. Если я возвращаю своему тестью жену, это означает, что я с ней развожусь. Помните, был некто левит, который зашел там к своему тестью и вернул ему свою женщину, да, потом там колено Вениамина, напали там на них, в общем, там была целая история. Но он, значит, возвратил, то есть он развелся с ней. Выходит, Моисей, перед тем, как идти в Египет, развелся? Медрэш говорит так, что Моисей отослал свою жену и сыновей к тести. Был разговор Моисея с Аароном, когда Аарон встретил Моисея. Помните, Аарон тоже получил откровение от Господа и побежал навстречу Моисея. Не Моисей пришел в дом Аарона, да, а встретились они где-то там, где уже начинается граница Египта. И был разговор Моисея с Аароном. В то время, когда Моше покинул Медьян, Аарон отправился навстречу его из Египта и встретил его и поцеловал. Кто это женщины и дети? спросил Аарон. Это моя жена и сыновья, ответил Моше. А куда ты ведешь их? спросил Аарон. В Египет был ответ. Евреи, которые там находятся, так страдают, а ты хочешь привезти туда жену и детей. Воскликнул Аарон. То есть Тора не говорит о причине разлуки в семье Моисея. Возможно, это было такое. Ну, вот еще интересно место. Мы, опять-таки, в родословной, где-то есть родословная Моисея? Успоминается его сыновья. Да, Леви в Торе упоминается. Кстати, есть, по-моему, в Паралипоменон, вот я искал это место, там упоминается о родословной Моисея. Но в самой Торе родословной Моисея нет. Как будто бы сыновья исчезают. Куда-то их увели. Да. И сказал чисел 10 глава 29 по 31 стих. Значит, и сказал Моисей Хававу, сыну Рагиилову, Мадья-Нитянину, родственнику Моисеева. Мы отправляемся в то место, о котором Господь созал. Вам отдам его, иди с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагается, мы станем в пустыне и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое сделает Господь, сделает нам, и мы сделаем тебе. То есть, оказывается, Итро пришел не один. Он говорит в 29 стихе мы да, вот, что он уходит. Он уходит вместе с другими людьми. А кто же эти люди, которые уходят вместе с Итро? Это была жена и дети Моисея. Я просто, когда распечатывал вот эту для вас, я потом еще делал добавление. Я посмотрю, у меня в компьютере более полный вариант есть у вас тоже. Я потом все-таки дошел родословую Моисея и дам вам эти ссылки. Значит, вы слышали о Рихавитах, которые не пили вина? Вот там у Моисея было несколько детей, и один из них Рихав, внуков, это уже внук или правнук Моисея, он имел много детей. И вот эти дети Моисея, хотя они не были евреями, и хотя они не остались с коленами Израиля, они как бы вошли в колено Леви. стали почетными Левитами. И еще я потом нашел одно место, опять-таки я ссылку вам дам, просто сейчас я здесь раньше распечатал, а потом еще добавлял материал. Ссылку вам дам, это, кстати, мне жена нашла, помогла мне, я сам, но не все нашел, да, мы с ней совместно работаем, знаете, как вот дочери этого Раши были знаменитые толковательницы Торы, но вся слава засталась детям, которые только переписывали их толкование. Ну, такая вот история, да, но мы с женой тоже вместе делали это. И она нашла эти места. И один из потомков этого Рехава оказывается был среди тех левитов, которые служили с Киньей, когда переносил Давид с Киньей. То есть удивительные вещи. Но как интересно, что родословный Моисей, то есть физически Моисей был царем, но он не оставил физических наследников. Правда, вот кто-нибудь бы сказал, я же, ой, я крутой, у меня прадедушка Моисей нету. И ничего от Моисея не осталось, кроме Торы. И даже могилы от него не осталось. похоронили его, и больше эту могилу никто не видел. Приходили люди на то место, ходят, ищут, могилы нету. И только в апокрифических есть моментах, что дьявол, помните, спорил с Михаилом, архангелом, о том, чтобы оставить эту могилу, чтобы она была местом поклонения. И об этом упоминается, по-моему, послание Иуды. И об этом упоминается послание Иуды. Итак, мы видим, что Моше не оставил после себя физических наследников, о которых мы могли бы четко сказать, что вот это потомки Моисея. И самое интересное слово Моше можно разделить на два слова. Ми это из А С С пишется С только с точкой С С это означает С ягненок. Моисей тот, кто ягненок можно перевести. Когда приходит Ишо и просит о крещении, да, да, С то, тот, кто ягненок. Ну, мы Юда ми С, да, получается тот, кто ягненок, да, вот, и Ишо, помните, подходит к Иоанну Крестителю, и Иоанн Крестителю что говорит? Вот Агнец, да, Зе Зе и Се Так вот интересно. Зе Адонай это Господь. Се Адонай будет Агнец Божий. Видите? Зе Адонай это Господь. Опять игра слов. В Библии много таких вещей. Я вот читаю Новый Завет, и я размышляю, как бы это звучало на еврите. И удивительно. Зе Се Зе Адонай и Се Адонай Агнец Божий. И имя само тоже Моисе можно как тот, кто Агнец. И еврейские комментаторы говорят, что это отражает главное качество Моисея сострадание и забота о других. И мы только говорим о двух людях. Рабейну, Моше Рабейну и Рамбам. От Моше до Моше не было такого Моше, да? Будем о Рамбаме говорить через неделю. Но Моше Рабейну, Моше наш учитель, если посчитать гематрию этих слов, получается 613. То есть 613 заповедей. И отмете это очень важно. Второзаконие 18 глава 15 стих, да? Там сказано пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайтесь. Интересно получается. Порока из среды тебя это кому говорит? Моисей Бог, да? Да? Или как? Из среды Моисей говорит израиль Моисей обращается из среды тебя из братьев твоих то есть из евреев как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой его слушайтесь. То есть такой пророк как Моисей такой пророк как Моисей как Моше и мы говорим что тот кто не послушается дальше этого пророка то тот будет наказан и а второй Моисей по преданию по еврейскому должен пройти тот же самый путь которым когда-то прошел Моисей он сам должен стать пророком слова которые будут слушать как слова самого Бога и толмудические мудрецы утверждают что процедированное место из священного писания говорит именно о Мессии то есть один спаситель это Моисей и второй спаситель это Мессия Моше Медреша раба при толковании экклезиаста делается ссылка на то что рабе Берхия говорил от имени рабе Ицхака который жил примерно в 300 году до нашей эры точно так же было как первый спаситель будет и последний то есть в 300 году до нашей эры один из равенов говорил точно так же как был первый спаситель так и будет последний и если говорится он взял свою жену свою сыновей своих и посадил на осла а о спасителе сказано что он кроткий сидящий на малословом осле Захария 9.9 когда шел Моисей в Египет он взял жену свою сыновей своих и посадил на осла Захария 9.9 говорит о Мессии сидящем на молодом осле исполнилось это в Ешовом Мессии исполнилось первый спаситель сказал что он накормит народ Израиля и Бог сказал через него вот я одождю вам хлеб с неба в Псалме 71.16 сказано будет обилие хлеба на земле как первый спаситель открыл источник так и последний дает воду ибо написано что из дома Господня выйдет источник это исполнилось Ешовом Мессии Ешов сам источником был и Ешов сам накормил народ Израиля и хлебом физическим и хлебом духовным то есть Медрэш использует интересное сопоставление как это было так это и будет родители Моисея были из колена леви которое впоследствии было делено Богом для священно действия и служения скини Ешов Мессия был первосвященником который сам Господь предназначен для исполнения первосвященнических обязанностей и в послании к евреям об этом говорится 15 раз 15 раз да я сейчас провожу параллели между Моисеем и Ешов Мессии перед рождением Моисея египетский фараон приказал уничтожить всех еврейских младенцев перед рождением Ешова Ира также издает указ об устремлении первенцев Моисей провел 40 лет в пустыне Медиамской будучи пастухом Ешова тоже был пастырем да и 40 дней простился в пустыне Моисей был рожден в Египте для того чтобы освободить свой народ из рабства и Ешова пришел на землю для того чтобы избавить нас от греха Моисей принес народу скрижали завета а Ешова как сказано начертал это на наших сердцах потому что мы есть письмо живое Моисей выполнял функции суди Ешова тоже говорил что ему дано право судить Моисей молился за тех кто противостоял и вредил ему да помните сколько раз ходатайствовал Моисей за народ Израиля и Ешова ходатайствовал за народ Израиля Моисей был готов быть умершленным за народ Израиля Ешова умер да за евреев и тех которые присоединятся к нему про Моисея в числах 12 дробь 3 сказали что он был кратчайший из всех людей на земле и кто был самый кратчайший из всех Ешова Моисея то есть действительно есть очень много параллелей очень много параллелей между Ешуа и Моисеем и Герик Принц дает 27 сходных то есть около 30 сходных черт между Моисеем и Ешуа Мессией это у него есть такое называется три послания еврейскому народу сейчас я немножко пропущу некоторые места и я еще поговорю о некоторых чертах характера Моисея Моисей был царем был он исповедителем Израиля да то есть некоторые вещи которые он совершал как Мессия Итак Моисей избавитель Моисей избавитель Мессия означает помазанных да древним елеем помазали царей священников и пророк что же должен был быть Моисей быть совершенным царем правда то есть само слово помазанник означает Мессия помазанник Христос он должен был быть царем священником и пророком, да? Итак, Моисей был совершенным царем. Он должен был установить Божье царство справедливости на земле. Когда евреи вышли из Египта, у них было какое-то царство? У них был какой-то порядок? У них были какие-то законы? У них ничего этого не было, да? Но Израиль уже являл прообраз царства Божьего. И хотя, конечно, в Израиле было много недостатков, но вы помните, пророк Бильям которых, собираясь наградить за проклятие, он не мог ничего плохого сказать об Израиле. И еще Мессия тоже спрашивали, это ли время, Господи, восставить ты царство Израиля? Он сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, да? Но в какой-то мере царство Божие уже здесь. Потому что Иешуа Мессия, он что, дал законы этого царства, да? Вложил в наши сердца, дал Духа Святого, который помогает нам и дает нам жизнь, и дает нам возможность жить не греша. Видите, есть противоречие, да? Тот, кто верует в Иешуа Мессия, не грешит. С другой стороны, если не делаем греха, да? Но здесь говорится о том, что Дух Святой, когда в нас мы не грешим сознательно, то есть мы имеем силы противостоять греху. Но если мы согрешаем, то у нас есть возможность покаяния и возвращения в Бога. То есть, есть у нас уже Божие царства в нас. То есть, некоторые говорят, что Иешуа не установил царство на земле, но в какой-то мере мы и есть это царство. Второе, мы говорили, пророк. Мессия должен быть пророком. И сам Маше говорит о пророке, который будет подобен ему. Правда? И этот пророк будет говорить от имени Бога и с властью Бога. Маше говорил от имени Бога и с властью Божьей. Да? И Иешуа Мессия тоже. Он не говорил с властью священника. Я слышал, что такой-то равен. Говорил такому-то равен, что его учитель равен такой-то. Вот так-то комментировал. Помните, мы уже рассказывали. Так-то комментировал Тору. Но он говорил от имени Бога. И Иешуа говорил. И Моисей. Мессия должен быть совершенным священником. То есть, совершенным посредником между Богом и человеком. И хотя, священство потом было передано Аарону, но все-таки первым священником кто был? Моисей, да? Помните, когда Моисей поставил скинию, мы об этом сейчас будем говорить, особую скинию. Это не была та скиния, в которой были жертвоприношения. Это был такой маленький шатер. И там личное общение имел Моисей с Богом. И там Моисей служил Богу. Потом уже священство перешло Левию, да? И его пророков. А Моисей, мы говорили, он особо имеет происхождение. Да? Даже и не с колена Левия. А он Божий. И Иешуа, Мессия, как священник, он тоже не с колена Левия, да? Он имеет прямое происхождение от Бога. Моисей выполнял как царь народа Израиля законодательную власть. Какие есть власти? Законодательную, да? Да. Моисей издавал законы, правда? Он получал законы от Бога, и эти законы были обязательны для всего народа. Судебная. Осуществлял Моисей судебную власть? Да. Исполнительная власть, то есть контролировал исполнение Божьих законов уголовных, гражданских и религиозных. Контролировал. И есть еще представительская власть. Был Моисей представителем всего Израиля, да? Когда они ходили в пустыне и заключали договоры с другими странами или объявляли войну. Еще интересно, что Моисей это ходаты за народ. Когда евреи согрешили с золотым сельцом, то хотя были убиты три тысячи человек, но весь народ, три тысячи человек это немного, мы говорим, это 0,5%. Но весь народ, даже те, которые не участвовали в поклонении, они оказались виновны. Вот. И что Бог говорит Моисею? Бог говорит Моисею Исход 32,10. Теперь остав меня и воспылает мой гнев на них. Исход 32,10. И уничтожу я их, а от тебя произведу великий народ. Вот представьте себе, Бог, кому-нибудь из вас, говорит, вот я от тебя Саша или я от тебя Гена произведу великий народ. Как бы вы, наверное, обрадовались, да? Да? А Моисей говорит, нет, нет, Господи, убей лучше меня первого. Убей меня первого. И стал умолять Моше Бога и сказал, зачем, Боже, гневаться тебе на народ свой, который вывел ты из страны египетской, мощью своей великой длани Махучи? Зачем допускать, чтобы египтяне говорили, на беду он их вывел, чтобы убить их в горах и стереть с лица земли. Вы знаете, тут Моисей манипулирует Богом. Он прямо с такой хуцпой наглостью я говорю, что хуцпа это сверхнаглость, вот хуцпы в других народах нет. У всех есть просто наглость, а у евреев есть хуцпа. А у Моисея супер-супер-супер над хуцпой. Да? И он прямо Бог говорит, ну ты смотри, а вот ты и Бог. Гляди, вот так ты получится, да? Вот. Чтобы египтяне говорили, на беду он их вывел, чтобы убить их в горах и стереть их с лица земли. И дальше интересно, что он говорит, вспомни Авраама Исхака Иакова, работа их, который ты поклялся самим собою, да? И говорил им, множе потомство ваше. Но Моисей тоже был потомкой Авраама Исхака Иакова, да? Но он говорит, ты клялся им. Смотри, Бог, не выпал и шплятывай, никто тебе не поверит, потому что ты клятва креступник. И ты сделаешь многочисленным подобно звездам небесным. И всю страну, которую я говорил, отдам вашим потомкам, и будут они владеть ею, да? И передумал Бог, решил не делать того зла, который угрожал своему народу. И в традиционной еврейской молитве, которая называется Гидарерут, то есть пробуждение, это молитва при пробуждении, которая ежедневно читается в утренней молитве синагоги, говорится, «Властелин миров и владыка владык, не на справедливость мы полагаемся мы, обращая к тебе наши умолки, а на милосердие великое твое». Что есть мы, что есть наша жизнь, что есть наши добрые дела, что есть наша праведность и наше спасение, что есть наша сила и наша смелость, что мы можем сказать тебе Господь Бог и Бог Отцов наших. Ведь всякие сильные, ничто перед тобою, и прославленные мужи словно не существовали никогда, и мудрецы, подобные лишенные звания, знания, и разумные, подобные лишенные разума. Все множество дел их кажется несущественны и дни их жизни ничтожны. Однако мы народ твой, сыновья завета твоего, потомки любимого тобой Авраама, который ты дал свою клятву на горе Моря, потомство Ицхака, единственного его сына, который был связан и возложен на жертвенник. Мы, община Якова, которая по любви своей к нему назвала ты Израилем и Ешуруном. Вот некоторые христиане считают, что иудаизм это религия, где спасение связано с делами. Но значит, что есть и христианство как религия, где спасение связано с делами. Правда, есть некоторые течения христианства. Поэтому этот упрек к иудаизму неправильный. Он не соответствует тому, что говорится в каждой утренней молитве. Ну, есть, конечно, определенные люди, которые считают так. Но если говорить об учении, об учении, то иудаизм тоже полагается не на жертву, не на свои добрые дела, да, а на жертву, которую Авраам совершил, принося Ицхака. И Ицхак был связан, возложен на жертвенник, но его заменили Агнцем. А Ишуа Мессия тоже Агнец, да, и его никто не заменял, он сам погиб. Погиб за всех нас, да. Погиб за всех нас. И, видите, Маше не отделяет себя от народа. 32, дробь 33. И Бог ответил Маше, того, кто согрешил предо мной, сотру я из книги моей. А теперь иди, веди этот народ туда, куда я указал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобой. И в тот день, когда я пожелаю вспомнить, припомню я им этот грех. До сих пор кто вел Израиль? Бог. Теперь кого он посылает? Ангела. Ну, ангел тоже неплохо, да? У нас у каждого есть ангелы, которые хранят нас. Потому что сказано, что ангелы нам служат, это служебные духи. Я лично сам видел и разговаривал с ангелом, который охраняет меня и мою семью. Если вам интересно будет, я как-нибудь расскажу вам. Вот. Он никакой не шестикрылый. Это был молодой человек обыкновенного роста, прилично одетый, вот как менеджер какой-либо фирмы. Ну, такой, лет 30. Ничем особо так не выделяешься, довольно прилично. выделяешься. А он мне сам сказал, что я ангел, который поставлен охранять тебя и твою семью. Вы же поверили. Если бы не поверил, вам бы не рассказал. Хорошо. То есть, каждому из нас представлены ангелы. Но Машей не хотел, чтобы ангел вел, но хотел, чтобы лично Бог вел народ Израиля. Вот. Я от крыльев не видел. Я ни в одном ангелах из всех, которых я видел, не видел крыльев. 33. Дроп 1. Бог сказал Маше, поднимайся и уходи из этих мест. Ты и народ твой, который вывел, который вывел ты из страны египетской. Уже Бог не говорит, я вывел. Говорит, ты вывел из страны египетской. То есть, стране, которая поклёсла Авраму, Цхаку, Яку, сказал каждый из них потомство, Твоему отдам я их. И пошлю я перед тобой ангела, проходю к Аданееву и так далее и всех остальных. Идите к стране, садящейся мёдом, молоком, а сам я не пойду среди твоей Израиля, потому что ты непреклонный народ, как бы я не уничтожил тебя по дороге. И услышал этот народ дурную весть, и погрузились люди в скорбь, и никто из них не надевал своих украшений. Слово украшения здесь употреблено слово Ади. Ади. Помните, Ади – это украшение, Адиэль – украшение Божье. Ещё Эдут – свидетельство. Ещё мы говорили однокоренное слово Эдиль – благородный. Ади – это украшение убранства народ-наряд. Но оказывается, это ещё и рот, и челюсти. Поэтому, если народ более не надевал своих украшений, можно привезти, народ закрыл свой рот. Правда? И никто ничего не мог сказать. Израиль, как невеста Бога, получил великолепные свадебные одежды. Но после прелюбодеяния с золотым тельцом лишился их. Помните, как Адам лишился своих чудесных одежд. Мы же говорили об этом. Ещё слово Эд означает свидетель, а Эда – это еврейская община. И после согрешения золотого тельца они перестали быть обществом свидетелей. До тех пор, пока отношения с Богом не будут восстановлены. И их уста отказались закрытыми для хвалы Богу и свидетельства. Итак, Ади – украшения, а также челюсти. Бог дал Израилю чудесные одежды, как невесте. Израиль согрешился этих одежд. Ещё Эд означает свидетель, Эда – это еврейская община, и она не могла быть обществом свидетелей, пока отношения с Богом не будут восстановлены. Никто из нас не может быть свидетелем Бога, ну, кроме свидетелей Иеговы, ну, у них своё понимание Бога, да, если не имеем личных отношений с Богом. И как мы можем быть свидетелями Бога, если у нас произошёл разрыв этих отношений, и отношения не установлены, да? Вот этому учит нас всего лишь одна маленькая фраза, что народ не одевал своих украшений. И ещё это параллель с тому, что из чего был сделан золотой телец? Из сферёх, да, которые выводили мужчины из своих ушей, и женщины, по-моему, тоже что-то давали. Хорошо. И Маше 33, дробь 12 говорит, сказал Маше Богу, да, ты говоришь мне, веди этот народ, но не освестил меня о том, кто будет тот ангел, которого ты пошлёшь со мной. А между тем ты сказал, я знаю тебя по имени, да? Помните, мы говорили, зная тебя по имени, это есть свидетельство близких интимных отношений, да? Потому что в те времена знать по имени, это можно было дать своё имя, было имя такое, какое общее, да? Но своё личное индивидуальное имя можно было доверить только тому человеку, который имеешь близкие отношения. Я знаю тебя по имени, и снискал ты приязнь мою. Теперь с твоего позволения, если я обрём милость твою, Маца Хен Бе Айна, Анеха, да? Айнеха, Маца Хен нашёл милость свою, знаете, когда говорится нашёл милость в глазах, это означает ещё синоним полюбил. Если женщина нашла милость в глазах мужа, да, он её полюбил. Если женщина не находит милости в глазах мужа, то он её разлюбил, да? Это синоним. Итак, если мы с тобой в таких близких отношениях, и ты меня любишь, да? Научи меня своим путям, и тебя я узнаю, чтобы навсегда обрести благоволение в глазах твоих. И смотри, ведь это, люди, твой народ. Итак, видите, первый момент. Я знаю тебя по имени, да? Что, говорит, и если Бог, что, полюбил, да? Если ты говоришь, что полюбил, меня, Маше, Богу. И дальше говорит, что? Первое, записываю. Дай мне познать пути твои. Дай мне познать пути твои. Ну, об Иисусе многие слышали, да? Но не каждый идёт путём Иисуса, да? Поэтому, дай мне познать пути твои, потому что, что? Мы должны знать, как идти. Чем раб отличается от друга? Да? Раб не знает, что хочет хозяин. Хозяин просто приказал. Но друг, он совместно участвует, и он знает мотивы, о которых говорит его друг. Правда? Итак, познать пути. Второе, я буду знать. Я буду знать, я, да, здесь говорится не просто о знании, а об интимных отношениях, как мужа, и жены. Успеем ещё две минуты? Третье, чтобы обрести милость в твоих глазах. Но ведь уже обрёл милость, правда? Интересно. Но, значит, обрёл милость, полюбил. Значит, чтобы твоя любовь ко мне и моя любовь к тебе стала что? Ещё больше. Значит, третий момент, обрести милость в глазах, чтобы моя любовь к тебе и твоя любовь ко мне стала ещё больше. И потом он говорит, и смотри, ведь это твой народ, это племя твоё. То есть, если ты хочешь наказать его, накажи меня, да? Помните, искал я тот, кто станет пролом стены. Маше стал перед народом. Вот представьте себе, у стенки стоят люди. Стоит расстрельная команда и хочет их расстрелять. И кто-то выходит и говорит, если хочешь их расстрелять, стреляй в меня первого. И тот, кто это говорит, это сын того, который командует расстрелом. Можете себе представить эту ситуацию? Да? И так вот было с Моисеем, и так было с Ишуом Мессией. Да? Я ламперировал.